Приветствую вас. Советы. Это не то, чем занимаются психологи. Советовать вам могут ваши друзья, ваши родные, ваши близкие. А психологи дают рекомендации и работают с проблемами, которые есть у человека. В данном случае ваша первая проблема это обиды, которые основываются на том, чего вы ждете, а ждете вы того, чего хотите. То есть это, соответственно, ваше желание и потребности. И второе, это неуверенность в себе и, возможно, заниженная самооценка. Вот. Соответственно, есть элемент нездоровых отношений в том плане, что вы не выстраиваете их равноправными. То есть у вас, вероятно, есть стремление к слиянию. Но опять же, как это видится мне, да? Да. То есть для меня ситуация такая, значит, вы говорите, что находимся два года в отношениях. С 1 июля по ноябрь парень говорил, что любовь пропала, ничего ко мне нет. Соответственно, такое вполне бывает, такое вполне случается, в любых отношениях может быть кризис, вот. И в ваших отношениях кризис может быть в том числе, вот. В этом нет ничего такого, в этом нет ничего, ну, ничего оригинального, ничего необычного. И тот мужчина обращал внимание на другую девочку, ну, если вы официально расставались, да? То есть если вы друг с другом, ну, если вы не были парными девочками, не были парой, то он, в принципе, мог это делать совершенно спокойно, да? То есть, ну, обращать внимание на других. Вот. И, соответственно, когда он вас увидел вновь, чувства впыхнули, это вполне может быть. Другое дело, проверить это нужно только через его поступки, да, через его поведение, через его отношения к вам. Вот. И ни в коем случае, конечно, не через слова. Вот. Слова вообще, в общем-то, мало что значит, да, в данном случае. Вот. Поэтому такая вот история. С другой стороны, не совсем понятно здесь ваша роль во всём этом. То есть вы, вы что, вы ему писали, вы ему что, звонили, вы что, пытались его внимание привлечь, что вы говорите, что он вас игнорировал. Вот. То есть здесь, конечно, вот ситуация такая, которая, на мой взгляд, нуждается в, ну, в анализе, опять же. Вот. И, если говорить об обидах, да, то очень важно понять, что именно вам обидно. То есть важно понять, что именно вам неприятно, вот. На что именно вы рассчитывали, чего вы хотели, чего ожидали, вот. И, соответственно, по поводу чего возникла обида, собственно говоря. Вот. С этим нужно разобраться, потому что обида это, как правило, то, что, собственно, является переносом ответственности. То есть вы вместо того, чтобы делать, значит, что-то сами для себя, вы вместо этого ожидаете от мужчины, например, того, что он будет это делать. Что является позиция жертвы и позиция, позиция, ну, достаточно пассивной. Которая и приводит к тому, что вы оказываетесь вот в таком, в таком обиженном состоянии. Не можете вы отпустить, почему, да, потому что с этим связаны ваши потребности какие-то. И потребности-то они важны, вообще-то говоря. Вот. И потому вы отпустить не можете. И я бы сказал, что здесь ситуация, ну, вот такая, что с обидами нужно работать, с ожиданиями нужно работать с вашими, вот. И понимать, учиться, что это за потребности у вас, которые делают возможной обиду. Вот. За что, собственно, обиду? То есть за то, что нет к вам чувств или за то, что подкатывал к другой девочке? То есть тут нужно разбираться. Понимаете? Вот. Вот. Было ли его подкатывание к другой девочке реально чем-то неправильным? Ну, по... по ситуации. Неправильно ли это по вашему мнению? Да? Вот. Если неправильно по вашему мнению, то, соответственно, почему неправильно? Ну, из-за чего, да? По какой причине? Вот. То есть все это вот нужно разбирать обязательно. Понятно, что обиды мешают, но если вы сами не возьмете на себя ответственность за... Свои желания. За то, что вы хотите. За то, чего вы желаете. Вот. То я боюсь, что ситуация так и будет постоянно складываться не в вашу пользу. Ну, просто потому, что мужчине будут другие цели, и он не будет достаточно оценить вас для того, чтобы считаться с вами и с вашим мнением. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, именно вот так вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. В вашей истории есть моменты, которые нуждаются в прояснении обязательно. Вот. Вот. Подобная вовлеченность в отношения с другим человеком является, ну, не обязательно доказательством, да? Но возможным проявлением того, что вы, ну, сами себя не до конца принимаете, и вам для этого, собственно, нужен вот ваш парень. Ваш молодой человек. Подумайте пока что об этом. Вот. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.